Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами начнём проходить первое сюжетное долце «Неизбежные последствия». Наконец-то я разобрался, ну, с большей частью проблем, кроме отсутствия свободного времени. И поэтому давайте оставим нормальный уровень сложности. Всё же не хочется мне очень сильно заморачиваться на боях, а хочется больше посмотреть сюжет. И мы с вами, наверное, создадим нового персонажа. Тут была такая у меня дилемма, брать ли Маркона или создать нового чувака. Но поскольку мы историю Маркона успели допройти, мне кажется, что его историю можно считать закрытой. То есть как бы Маркон своё дело сделал, и мне хочется, чтобы он смог поддыхать. Потому что это будет очень странно смотреться, да и мне хочется ещё и билд-то пробовать, который я нашёл на просторах интернета. Поэтому мы с вами создадим своего персонажа. Наверное, картинка будет типа такой, потому что, ну, сюжетное дополнение довольно-таки короткое, и тут есть шанс поиграть за демона. Потому что в обычной игре я, наверное, ну, не вывезу хаотичного злого персонажа. У нас с вами будет кинетик. И ещё одно небольшое лирическое отступление. Тут жена смогла с работы зазвать звукорежиссёры. И она мне помогла настроить микрофон так, что сейчас вам, наверное, должно казаться, что я вот прям сижу с вами в одной комнате и шепчу вам прям на ушко. Звук должен быть практически идеальным. То есть вот 4 года можно смотреть всякие тутеры на YouTube, но буквально час помощи специалиста, он полностью всё это переплёвывает на голову. У нас будет человек ради дополнительной черты. Ну, и плюс 2 к значению одной из характеристик нам тоже пригодится. А вот про бэкграунд мы возьмём уличный оборванец-карманник, чтобы получить более высокую инициативу, потому что нам хочется ходить первыми. И вообще этот билд заточен на то, чтобы враги ничего не смогли особо сделать. Но посмотрим, как он будет работать. По характеристикам мы с вами берём, естественно, к выносливости, поскольку это кинетиком прям очень важно. И у нас будет, если я правильно записал, 12, 16 я готовился, 19. Просто я начал уже записывать этот эпизод, даже записал, но понял, что если я буду каждые пару секунд переключаться на тутер, просто я сам задолбаюсь это монтировать, а вы задолбаетесь это смотреть. И здесь мы с вами возьмём убеждение использования магических устройств и, например, скрытность. Почему бы и нет. Итак, на первом уровне мы с вами берём, естественно, стрельбу вблизи, потому что это для кинетика очень даже хорошо. Бонус плюс 1 на броски попаданий и урон дистанционным оружием. А наша вот эта вот кинетическая атака базовая, она считается дистанционным оружием. Единственное, что она атакует не армор-класс врага, а армор-класс врага против атаки касанием. И за счёт этого мы с вами можем, ну, гораздо легче попадать, потому что, как правило, у врагов гораздо больше сам по себе армор-класс, чем армор-класс против вот тех самых атак касанием. Ну, это так, это лирика. Стрельба вблизи. И второе, мы берём меткий выстрел. Мы не получаем штраф минус 4 к броскам на попадание. Первым элементом у нас с вами будет вода. Вообще, этот билд заточен на то, чтобы играть в основной кампании. То есть, он не рассчитан на то, что ты создаёшь персонажа сразу 30-го уровня. Поэтому некоторые черты будут, ну, такими. То есть, как бы, грубо говоря, эта черта может на 5-м уровне ролять, но вот на 20-м она уже особо не нужна. Но мне, как всегда, лень заморачиваться. Если всё готово, то чё нет? И мы с вами берём увеличенную дистанцию, чтобы у нас у кинетического заряда была больше дистанция. А здесь мы с вами берём заряд воды. Хорошо, что я всё подробно записал. А насчёт богов. Я смотрел вообще, что нам подойдёт. Но поскольку у нас будет демон, да, и хаотичный злой, давайте возьмём ломашту. Меня она чем-то симпатизирует. Ломашту, мать и покровительница, множество уродливых, искажённых существ, ползающих, крадущих, солетающих, эрующих норы по всему Галлариону. Её нечестивый символ, трёхглазая голова шакала, которую изображают множеством разных способов. Шакал её священное животное. Домейное безумие, зла, обмана, силы, хаоса. Любимое оружие, пыль, чион, кукри. Ну, оружие нам такое, конечно, не дастся, и мы будем с вами хз хаотичный злой. Я постараюсь придерживаться этого мировоззрения, но обещать ничего, к сожалению, не могу, потому что, ну, сами понимаете, оно далеко от моего реального мировоззрения. А здесь я даже не буду ничего делать, потому что это не так важно, и я даже голос выбрал, голос у нас будет безумный. Вот. А далее, кстати, имя. Я вот тут пытался что-то придумать, понял, что мы с вами обратимся к ирландской мифологии. Ну, не то чтобы мифологии, потому что реально был в начале 10-го или... Ну, короче, на рубеже, там, 10-го века был король известный ирландский Бриан Бару, который там, вообще-то, насадил, конечно, христианство, но в целом он очень почитаем. А вот дату рождения я зашел на сайт random.org и кинул кубик типа на день рождения, кинул кубик на месяц. Получилось 17-го апреля. Я надеюсь, что этот эпизод выйдет раньше, но если вдруг у вас один день рождения с Брианом, поздравляю. И, в общем-то, мы смотрим вот на нашего персонажа, который на первом уровне... Неизбежные последствия. Архитектор мировой язвы, Арилу Варлеш, ждала командора в сердце рубежа. Казалось, их боя уже не минуем. Но на пути командора встала неожиданное препятствие. Кто посмел отсрочить неизбежное? В общем-то, давайте предположим, что мы с вами находимся где-то в параллельной вселенной, да, где командор совершенно не тот, каким он был в нашем прохождении. И, в общем-то, сейчас мы его и создадим с вами. Итак, у нас будет чистый кинетик совершенно. Я вообще очень люблю чистый класс, и мультикласс как-то меня, честно говоря, смущает. И на втором уровне мы с вами берем скольжение. То есть, у нас что? Совершив основные действия, вы создаете скользкую воду или лед, вызывая эффект аналогичный заклинанию масла на один раунд. Вот так. То есть, довольно-таки неплохо мы будем сбивать всех врагов. А потом у нас замота такая, что если враг вдруг окажется сбитым, мы по нему будем наносить бесплатную атаку, где бы он ни находился. В теории должно быть очень мощным. Ну, то есть, один из самых на данный момент сильных кинетических билдов. Ну, сейчас посмотрим. Здесь мы с вами берем улучшенную инициативу. Приходится проматывать, потому что, да, вот она. То есть, опять же, мы получаем бонус плюс 4 к броскам на инициативу. И здесь берем отталкивающее вливание. То есть, когда мы используем кинетический заряд, мы, как бы, на враге используем боевой маневр. Вот так вот. Есть. Далее. Кинетик уровень 4, повышаем выносливость. Итого она у нас будет в итоге 24. Ну, довольно-таки не слабо. Так, а здесь у нас с вами элементальный шепот. Где он тут? Памильярдзаяц. Еще немножко инициативы. Тогда хорошо, в общем-то. Едем дальше. Кинетик уровень 5. Здесь мы будем качать вот все те же убеждения, использование магических устройств и скрытность, да, то есть ничего такого. И здесь мы уже берем уверенное владение оружием, кинетический наш заряд. Вот он. Хотя он сильный не пригодится, а здесь берем кинетический клинок. Он потом откроет нам доступ к обилке смерч-лезвий, которая, ну, вроде как должна прям крушить, рушить и ломать все живое. На шестом уровне у нас снова кинетик. В общем-то, я уже, наверное, не буду это оглашать. А здесь мы возьмем кинетическое восстановление. Опять же, в этот момент враги начинают там высасывать уровни, наносить урон характеристикам. То есть вот тут это довольно-таки хорошо было бы. Другое дело, что мы с вами будем стартовать с 20 уровня. Соответственно, здесь все это. Я единственное не знаю, насколько у нас хорошо будут качаны наши союзники, но в данном случае легко отделаться. Очень хорошая черта, потому что мы можем получить плюс один к спасброскам с каждого союзника. Не факт, что у них все это будет. А здесь мы берем уже землю с вами. Далее. Уровень 8. Мы с вами вновь повышаем выносливость. Все очки идут в нее и никуда более. И в свою очередь мы берем дополнительную черту кинетика земля. Сбивание с ног. Вот так вот. То есть наш вот этот вот боевой маневр с маслица, со скольжения, точнее, и отталкивающее вливание будет усилен еще и сбиванием с ног. Едем дальше. Кинетик. Опять же. Тин-тин-тин. Это все вложили. И мы берем... Так. Это какой? 9 уровень. Нистовое падение. А мы можем использовать силу и ловкость, чтобы опрокидывать противников. То есть это сочетается, насколько я понимаю, вот с этой. С отталкивающим вливанием. И в свою очередь... Сейчас. Это 9 уровень. Опрокидывающее... Опрокидывающее влияние. Во. Вот. Вот теперь мы будем врагов опрокидывать. Хе-хе-хе. Десятый уровень. Ну, все по 10. В общем-то, все довольно-таки ровно идет. Мы с вами берем дополнительную черту кинетика земля. Сбивание с ног плюс. То есть у нас на сбивании с ног вообще будет много, что в итоге заточено. В данном случае на 11 уровне мы с вами берем улучшенный критический удар. Опять же, кинетический заряд наш. Так. И в качестве скилла мы берем стену. Она просто создает стену кинетической энергии, проходя через которую враги будут получать урон. Ну, я сомневаюсь, что мы всем этим сможем воспользоваться, на самом деле. Потому что, скорее всего, мы будем с вами пользоваться единственной имбовой обилкой. Но, в общем, посмотрим, что будет. А на 12 уровне мы с вами возьмем виброчувствительность. То есть, по сути, у нас мы сможем сражаться вслепую. Если вдруг это надо. А здесь у нас на 13 уровне в свою очередь сбивание с ног вдвоем. Но у нас не факт, что будут какие-то собаки и так далее. Но, если бы они были, вот эта черта помогала бы нам сбивать с ног с помощью наших петов. Потому что петом зачастую это берут. И здесь мы берем главную фишку нашего билда. Смертоносная земля. А мы создаем яму. И, в общем-то, в этой яме враг получает дофига урона. При этом, обратите внимание, что спас-броска нет. То есть, если враг вошел в эту область, он получит полурона от заряда. Если он в области, он будет фигачиться. Но при этом эта штука еще и попытается врага поварить с ног. А когда враг попадет с ног, мы по нему проведем атаки. Но это чуть попозже мы возьмем. Абилку? Ну, не Абилку, а мифический путь, который нам это даст. А здесь мы возьмем стойку-землю. В принципе, ничего такого мудрого. На самом деле, на этом почти что наш билд и закончен. То есть, у нас с вами остались какие-то черты, но они так больше, скорее, бонусные, чем прям нужные. То есть, здесь мы возьмем, например, живучесть, плюс 3 очка здоровья, да и уровень уже довольно-таки высокий. И в данном случае мы возьмем с вами заряд воздуха. Воздух, заряд воздуха. Прелесть. 16 уровень, опять же, все в выносливость, все в нее родную. И давайте смотреть. Нам нужен воздушный уворот. Мы используем воздух, чтобы оградить себя от атак, бьющих по области. В общем-то, когда мы делаем успешный спадбросок реакции, обычно не позволяющий уменьшить урон от атаки вдвое, вместо этого вы не получаете урона совсем. Ну, в общем-то, неплохо, плюс у нас со спадбросками все хорошо, если бы остальные все были тоже прокачаны грамотно. Я вряд ли буду заморачиваться тем, чтобы всю остальную патьку прокачать, но все-таки. 17 уровень, координация маневров, поскольку вот все наши сбивания, это в принципе маневры. но, как я и говорил, не факт, что нам это все удастся, и возьмем облако. Но, опять же, облако это в принципе аналог нашей вот этой смертоносной земли, просто воздушной. 18 уровень, почти приехали, но у нас, правда, еще потом эти мифические обилки будут. Ну, да ладно. 18 уровень, у меня записана расширенная защита, обволакивающий ветер. Прелесть. Почти приехали, потерпите еще чуть-чуть, и наш имбаж будет готов. Здесь у нас с вами внушительная стойкость, плюс 2 к спазброскам стойкости, ну, почему бы и нет. Так, а здесь мы берем тот самый смерч лезвия, о котором я говорил в самом начале, и мы берем метакинез максимизированное. То есть, у нас с вами цена этого метакинеза в выгорании понижается до единицы, до минимума в нулячку. И на 20 уровне, это я записал на другой стороне листочка, расширенная защита, каменная плоть у нас будет, ну, чуть-чуть в живучесть вложиться, в общем-то, где тут она, каменная плоть, ом, а есть. Все, основные уровни вложили, теперь давайте разберемся с мифическими. Благо, нам тут дадут нормально выбрать мифический путь, но начинается все с орудия свободы. Оно не так важно, но, в общем-то, пущай будет. И здесь мы еще берем кинетическую перегрузку. Вот. Пинч. Едем дальше. А здесь мы берем улучшенную инициативу мифическую, то есть мы с вами совсем будем прям первыми-первыми ходить. И здесь мы возьмем путь демона. У нас с вами будет демоническая ярость. Уф. В общем, будем гулять. Так, это у нас третий мифический уровень, здесь мы возьмем с вами стоять до последнего, просто чтобы нас, ну, не прибивали. Хотя на нормальном уровне не должны в теории, но все-таки. Заклинания никакого вообще, никакой важности нам скорее все не несут, но я для, знаете, для атмосферы буду брать некромантию и разрушение. Просто не глядя, ну, потому что у нас типа демон, поэтому будет логично, если у нас будет такое. А здесь мы с вами возьмем сбивание с ног мифическое. И у нас начинается, веселье. Смотрите, аспект Калавакуса. Находясь в состоянии демонической ярости, демон с аспектом Калавакуса получает бонус плюс два защиты от боевых маневров ла-ла-ла. Всякий раз, когда демон с аспектом Калавакуса совершает успешный боевой маневр в состоянии демонической ярости, он может выполнить атаку против этой цели, совершив свободное действие. Когда демон с аспектом Калавакуса наносит удар атакой с разбега, но это не важно. То есть, понимаете, то есть, каждый раз, как мы сбиваем врагов с помощью нашей вот этой земли мертвецкой, враг будет получать еще и атаки. Ну, и продолжаем набирать, наверное, некромантию и разрушение. Здесь, что у нас есть? Есть некромантия? Некромантия нет, есть разрушение, будем, короче, будем разрушать. Ну, и продолжаем путь демона. Причем, классно, что здесь можно, например, выбрать путь роя, даже если, ну, как бы, не надо все условия в компании выполнять, чтобы выбрать путь роя. Это довольно-таки занятная штука. И здесь мы с вами ищем перенасыщенные заряды. Вы можете одновременно применять два влияния субстанции. Так, а теперь у меня жуткий почерк, а я еще с утра начал дегустацию пиваса, и вот она у меня продолжается уже четыре часа дегустация. Аспект суккубы. Когда демон с аспектом суккубы находится в состоянии демонической ярости, все враги получают штраф минус один к спасброскам воли, и штраф минус один к броскам на попадание. Но самое крутое, союзники в радиусе тридцати футов от него получают бонус плюс один к спасброскам воли, и становятся невосприимчивы к эффектам принуждения и страха. А здесь мы с вами высший аспект берем аспект Баллора. Демон приобретает аспект Баллора, получая бонус к выносливости. Ну и в общем-то все будут впадать демоническую ярость вместе с Томин, но без получения преимуществ демонических аспектов. А и еще один аспект, мы берем аспект Вавакии. Бонус к силе, но why not? Опять же, разрушение. Черт, у нас Аня, вот еще разрушение. Я боялся, что у нас разрушение закончится. Есть некромантия, ну, типа, персонаж все-таки такой, буду разрушать. И постепенно, заметьте, он такой, типа демонии. Так, мифический шестой уровень. У нас с вами улучшенный критический удар для нашего кинетического заряда. И мы с вами возьмем аспект Инкуба. Всякий раз, когда демон с аспектом Инкуба творит заклинание или использует способность состояния демонической ярости, его сложность увеличивается на один. Ну, это все чуть возрастает потом, ну, ну и плюс бонус к проверкам, но это уже такое. Ладно, вот трансмутацию я не хочу, давайте иллюзию тогда возьмем. Ну, и зеркальное отражение вообще само по себе, конечно, в принципе, нормальная тема. О, смогли все еще обойтись. О, смотрите, Некромантия, разрушение. Прекрасно. Есть. О, у меня первая страничка моего листочка закончилась. А здесь у нас с вами доспех Архимага. Магический доспех будет давать бонус брони, равный нашему мифическому уровню, в общем-то, довольно-таки мощно. А здесь берем аспект теневого демона, мы получаем бонус к мудрости, ну, и плюс, он делает использующего бестелесным на время демонической ярости. А дальше, второй аспект, это аспект щира. Мы получаем бонус к природе, подвижности и атлетике. Ну, и также у нас плюс два на габроскам на попадание оружием ближнего боя. Ну, так, но все-таки. Так, Некромантия. А, только одна. Черт. Если честно, нечестивый ниб звучит как что-то, что мы бы хотели взять. А здесь, видите, да, у нас есть и шагающий рой, и золотой дракон, но мы с вами все-таки пойдем дальше по демонам прикалываться. Восьмой мифический уровень мы возьмем мифическую живучесть и аспект на басу. Бонус плюс два ко всем спасброскам в состоянии демонической ярости. Ну, и штраф к спасброскам врагов и к их стойкости. О, пронзительный крик, разрушение, прекрасно. Давайте, ладно, возьмем ускорение, потому что оно может нам пригодиться. И, например, взрыв грозы. Один враг, но я так понимаю, его конкретно должно выиметь за счет этого. Девятый мифический уровень. Ну, что ж, мы здесь можем взять мастер оборотень, например. Ну, да. Почему бы и нет. И аспект бабау. Урон атак из-под тяжка, но у нас с вами не факт, что они прям будут. В этом вся беда. И аспект сакадбинота. Мне здесь нравится. Во время демонической ярости любые использованные демоном заклинания или способности заставляют затронутых врагов совершать спастбросок дважды и выбирать худший из результата. Так. Ладно, мы с вами взяли трансмутации. Черт с ним. И, например, трансмутация. И, например, некромантия. И луч пытки. Нормально. Плюс у нас атаки касания мы вроде как должны нормально так влетать. Ну, и финально мы берем демона. Так, давайте смотреть. У нас уверенное владение оружием, кинетический заряд. Дальше. Аспект ворока. Во время ярости бонус плюс два ко всем броскам на попадание дистанционной атаки. Ну, и штраф к спасброскам реакции. И здесь мы берем аспект на ктикулы. Один раз за демономическую ярость вы можете, совершив свободное действие, использовать эту способность, чтобы дать одному союзнику все преимущества демонической ярости. Вот так вот. Ну, и давайте еще какую-нибудь некромантию возьмем. Ужас. Все. Мы закончили с персонажем. Большая часть эпизода на самом деле позади, но мы сможем с вами что-то узнать. Тут нам говорят про выбор мифического пути, но мы его уже по сути сделали. Единственное, нам надо все включить. Во-первых, заряд грязи мы вырубим кинетический клинок. Во-вторых, метокинез усиленная и метокинез максимизированная. Плюс здесь мы с вами включаем отталкивающее вливание, чтобы врагов сбивать с ног. И вот не факт, что скольжение у нас что-то должно, короче, что-то еще мы должны включить. Кстати, покров воды, увеличим бонус брони, вызовем фамильяра зайца, чтобы улучшить нашу инициативу. И надо же, конечно, включить аспект коловакуса. Я вот не знаю, что из этого нам прям настолько нужно, но аспект врага мы выключим. И давайте-ка включим, например, аспект широ. Это хорошо. А, вот у нас с вами опрокидывающее влияние и отталкивающее влияние. То есть, когда мы по врагу будем что-то кидать, мы будем так ему хорошенько присылать. Вопрос, что у нас с инвентарем, а мы с вами абсолютно голые. Это как непродуманно, я надеюсь, что у нас либо, а, у нас с вами есть 606 миллионов денег. То есть, мы что-то сможем накупить. Если уж пойдет какая-то история, то мы сможем с вами закупиться нормально. Так что волноваться по этому поводу не стоит. Что ж, и журнал. Если у человека есть заклятый враг, то все свои несчастья и неудачи, все преграды на своем пути, он склонен приписывать действиям этого врага. Командор был готов ворваться на пробежа, чтобы сразиться с своим главным врагом, мной, Орелу Варлеш. Но на его пути встало неожиданное препятствие. Кто посмел отсрочить бой, к которому командор шел долго? Разобраться, что происходит. В ситуации, в которой оказался командор, определенно есть объяснение, и его необходимо отыскать. Возможно, стоит осмотреться вокруг? Возможно, стоит осмотреться вокруг. Этим мы с вами сейчас и займемся. Я немножко тут побегал, просто, чтобы понять, что же нам предстоит, но нам предстоит в основном сражаться с не самой удобной камерой. Избыток обнаружен, словесный обмен инициирован. Монотонный голос гулка разносится к казематам рубежа. Просьба, если вы слышите меня, пожалуйста, следуйте к выходу из крепости. Пытаемся понять, откуда идет голос. Кажется, голос звучит прямо внутри вашей головы. Меня ждет Бойсарилу, мне некогда разговаривать с тобой кем бы ты ни был. Отклонено ввиду критичности текущего положения. Кто это говорит? Этот мир находится под угрозой, аномалии разрушают его целостность, опасность критическая, требуется помощь. Просьба, пожалуйста, следуйте к выходу из крепости. Хм, я иду, но когда мы встретимся, я жду подробных объяснений. Просьба, пожалуйста, следуйте к выходу из крепости. Я боялся, что сейчас игра подвиснет, давайте-ка я квиксейв сделаю. О, смотрите-ка, тут Арушалай внезапно получила кучу айтемов каким-то макаром, а мы получили, а у нас с вами почему-то стало два кинжала. Странная история, не совсем я ее понял. О, демон. Демон развалился. Кстати, что в журнале? Хм, таинственный голос призвал командора следовать к выходу из рубежа. Понятненько, понятненько. Просьба, пожалуйста, следуйте к выходу из крепости. Разваливается. А, кстати, если бы мы с вами взяли Марка, но у нас бы здесь были сражения. Еще один повод создать нового персонажа, я достаточно ленив. хе-хе-хе-хе-хе. Аномалии разрушают целостность этого мира. Ну, таинственный голос нас явно ведет к выходу и никуда больше не пустят. Требуется помощь. Если он такой могучий, что бы мы самому не справиться? Ну, с другой стороны, если бы он справился сам, то и истории бы этой не было. Логично. Окей, на выход. Пошли. Нам надо взять команду. Нам надо взять команду. Давайте возьмем Арушалай. Пилу. Тебя, друг. Конечно же, Дейрона. И, наверное, я вот не знаю, сложный выбор, то есть, я уже, кстати, забыл, как кого забудут немножко. А ныне это здорово. Ныне путь. Пошли. И мы, типа, разобрались, что происходит? Причина от срочки боя командора с архитектором мировой язвы открылась перед командором. И на этот раз на его пути встал не демон, а существо порядка исконной неизбежной. Удивительно? Удивительно. Посмотрим, что на родине надето, а народ одет, кстати, вполне себе прилично, я так смотрю. То есть, только мы с вами получаются голые и еще и с самыми шняжными зельями. Еще и впереди всех бежим, но это, кстати, оправдывается. Избыток обнаружен, словесный обмен инициирован и будет записан в мою память. Высокий голем обращается к вам, его голос идет не из застывших губ, и даже не из головы, а прямиком из пылающего сердца в его груди. Окружающие голема свитки шуршат, змеятся вокруг, как будто о чем-то шепчет своему хозяину. Я ждал вас. Мое название Волмолос. Кто ты такой Волмолос? Исконный неизбежный. Неизбежный? Неизбежный это вид живых ионов машин, созданных аксиоматами для участия в вечной войне против изменчивых и сил хаоса. Нормально. Второе название образ откровений. Я страж магии. Моя задача следить за проявлениями опасной экспериментальной несанкционированной магии и пресекать их, если будет выявлена угроза целостности мира. Ну, я не хотел бы я, чтобы такого-то образа откровений явился ко мне, если вдруг я захочу спросить откровений у богов. Моя форма является идеальной для выполнения поставленных передо мной задач. Зазаны не осужатся. Вот он препонан на пути эксперимента. Нельзя стоять на пути науки. Я экспериментировал и буду экспериментировать дальше, даже если некий уважаемый голем считает мои эксперименты несанкционированными. Личность Нэнио не представляет угрозы для мира. Эксперименты без обидма. Опасность для мира незначительна. Опасность для личности Нэнио критическая. Кто такие исконные и неизбежные? Мы живые машины, сверх големы, созданные для выполнения определенных задач. Исконные и неизбежные первые среди неизбежных. Эоны создали наши чертежи. Аксиамиды отлили наш металл. Ось наша горнила, из которого мы вышли. Материальный план места нашего бдения. Ось Ось это план внешней сферы, воспевающей универсальность закона, стоящего над столкновением добра и зла. План предстает в виде гигантского города и является собой блестящий пример образцового порядка и гармонии поднимающегося из кипения мальстрёма. Кольца золотых стен города пролегают идеально спланированные и вычищенные улицы, здания на них совершенные воплощения разнообразных архитектурных стилей и всевозможных культур и эпох. А местные жители стремятся жить в выверенной гармонии и порядке. У меня вопрос по поводу твоей формы. Почему твои создатели разместили твое сердце снаружи твоей конструкции? Почему вокруг тебя летают свитки? Разве они не путаются у тебя под ногами, когда ты ходишь? Мое экспертное мнение твоя конструкция оставляет желать лучшего. Моя форма является идеальной для выполнения поставленных передо мной задач. Уровень силы исконного неизбежного оценивается как полубожественный. Ты следишь за применением опасной магии, способной разрушить мир. Где ты был, когда Арилу Варлеш открывала мировую язву? Проблема мировой язвы была оценена вовремя. Неизбежный имезлен был отправлен на ее устранение. Результат провал и лишение функциональности. Поиск благодарит вас за уничтожение имезлена. Голос Волмолоса спокоен. Невозможно понять, расстроен ли он поражением и гибелью имезлена. Проблема мировой язвы все еще не решена. Ваше появление здесь связано с поиском решения проблемы мировой язвы. Неужели гибель мезлена тебя совсем не беспокоит? Эмоции не включены в конструкцию неизбежно. Создатели посчитали их излишними. Я никогда не смог бы жить без эмоций, так как ты Воломос. Я испытываю радость, когда вижу красоту мира и добро в сердцах людей и мне это нравится. Никакой страсти, ярости, даже страха. Как невыносимо скучно. Кстати, если мы хаотичный злой, то у нас видимо Арушалай будет такая же под стать злая Суккубина. Ну и с помощью пути Трикстера я Марканом все-таки проверил, мне было интересно, мы можем заставить это существо почувствовать эмоции. Перейдем к делу, что тебе от меня нужно. Этот мир находится под угрозой. Аномалии разрушают его целостность. Опасность критическая. Требуется помощь. Сочетание мифических полубожественных и божественных сил в одном месте Галлариона способно дестабилизировать материю материального плана. Сила рыцаря Командора Пятого Крестового Похода должна быть локализована для предотвращения катастрофы. Давай определимся сразу, я тебе ничего не должен. Поправка одобрена. Мы ничего не должны неизбежным. Что такое аномалии? Небольшие разрывы реальности, спонтанно появляющиеся на материи этого мира. Они как болезнь, которая заражает этот мир, вытаскивают из его памяти образы различных существ и снабжают их нерациональным поведением. Зараженные аномалиями образы нефункциональны. Их следует уничтожить. Також он все-таки путаный этот волмолос. Ничего по-человечески объяснить не может. Хорошо хоть про аномалии все понятно. Увидел бей. От демонов мало чем отличается. Что именно ты подразумеваешь под катастрофой? Сочетание избытков сил в одном месте с усугубленным сражением между ними оказывает разрушительное влияние на материю. Разрывы материи неминуемы. Мир Галларион будет разорван на части и, вероятно, поглощен другими планами. Катастрофу необходимо предотвратить. Вы должны суметь ощутить надвигающуюся катастрофу, если обратиться к своей силе. Хорошо, прислушиваемся к своим ощущениям. Где-то вдалеке, на грани ощутимого, вы и вправду чувствуете какое-то беспокойство, напряжение. Как будто кто-то пытается завести уже давно заведенные механические часы. И идет это чувство со стороны рубежа. Одновременно с этим вы ощущаете, странную легкость в своей груди. Кровоточащий шрам на вашей груди пропал совсем. Не ощущается даже и следа его присутствия. Что конкретно ты хочешь, чтобы я сделал? Аномалии, порожденные разрывами материи, необходимо уничтожить. Их средоточие обнаружено в области города ИС. просьба вам надлежит отправиться в ИС, чтобы уничтожить аномалии. Предупреждение, аномалии могут влиять на разум тех, кто подвергнется их воздействию. Ожидайте искажений памяти. Но я почувствовал напряжение материи в стороне рубежа. Почему ты посылаешь меня в ИС? Волмолоск какое-то время молчит? В первый раз вы видите, как неизбежный подбирает слова для ответа. Ход в рубеж в настоящее время невозможен. Аномалии повсюду. Я останусь здесь и займусь поиском способа решить проблему аномалии в рубеже, пока вы решаете проблему аномалий в ИСе. У меня нет времени на твои просьбы, меня ждет Арилу. Рубеж является центром разрывов материи этого мира. решение. Реалитет проблемы аномалий в ИСе на данный момент выше. Что ж, похоже, у меня нет выбора, кроме как отправиться в ИС. Этот словесный обмен будет прекращенно записан в мою память. Мы встретимся вновь, когда вы решите проблему в ИСе. Ну, вот так вот нам в принципе не оставив особо выбора, нас мягко подталкивают в сторону ИСа. А вопрос о, вот здесь мы можем таки с вами смотрите-ка и да, нам дают всякие рецепты, нам дают трофеи, что, о, немножко юзабельных штук, ну, и видимо, здесь мы сможем с вами накупить добра для нашего персонажа. Но давайте, наверное, этим уж займемся в следующем эпизоде, который уже, ну, мы приоденемся и отправимся в путь. А на этом, пожалуй, этот эпизод мы с вами и закончим. Я традиционно забыл посмотреть список людей, поддерживающих канал, потому что у меня появилось немножко совсем времени и я такой, блин, черт, надо срочно короче писаться. Ну, да ладно, спасибо всем, кто поддерживает канал, ребят, ну, и спасибо, что вы дождались, в общем-то, этого DLC. Надеюсь, вместе с вами мы его сможем пройти относительно быстро. А на этом у меня все, удачи, счастливо, пока-пока. До встречи в следующем эпизоде, надеюсь, он будет скоро.